До Нового года еще две недели, а в Одессе уже начали продавать первые елки. Откуда они и почем узнавали наши корреспонденты? До Нового года осталось две недели. Снега в Одессе пока нету, зато есть ощущение праздника. По телевизору показывают рекламу с Санта-Клаусом, в воздухе витает аромат цитрусов. А сегодня к нему добавился запах хвои. Первый в этом году елочный базар появился на Сигецкой. Привезли вечно зеленые из Кодемы. Все деревья, как и положено с чипами, это значит, что куплены они легально. За этим следит полиция. Наличие чипов у этих деревьев, там, елок, сосен, в обязательном порядке, если они приобретались в лесовом хозяйстве государственных предприятий. Если уже у фермеров приобреталось или приобреталось у частных лиц, то наличие таких чипов, в том числе и наклеек штрих-кодовых, не обязательно. Одесситы внимания на такие мелочи не обращают. Им главное, что елка приносит в дом праздничное настроение. Правда, вместо елок здесь сосны. Зато на любой размер и любой кошелек. Например, вот эту нам предложили за 250 гривен. Эту чуть побольше за 350. Еще больше – 450. А вот эта стройная зеленая красавица стоит все 550. Покупателей пока мало. В основном все приходят, прицениваются. Пенсионеры больше смотрят на веточки. Потому как веточку можно же почти за просто так. Уже собрались елочку ставить? Ничего нет. Если уже приводят, можно уже ставить. Несмотря на статистику от Натальи Васильевны, покупатели подходят часто. При нас купили даже самую большую сосну за 700 гривен. В хрущевке на кухне такую не поставишь. Проникались новогодним настроением. Сергей Бандур, Валентин Мирза, 7 канал.